Заход котится у бездуховность. И снова старый советский тезис ожил и гучить у информационной просторы Беларуси. А куды котится Беларусь? Как вы думаете, что такое духовность? Бездуховность и духовность — это больше к канту, это не ко мне в пытание. Духовность — это то, что внутри у человека, его мысли, его чувства, его отношения к окружающим, к себе, к родине, к миру. А бездуховность? А бездуховность — это обаяковость. Либерализация нравственности. Когда допускаются многие вещи, которые традиционные культуры не приемлят. А, соответственно, когда какие-то рамки существуют для проявления каких-то человеческих качеств, когда какие-то каноны соблюдаются, вот это и есть духовность. У нас, я считаю, приличное образование, несмотря ни на что. Институт семьи, то есть родители воспитывают детей более-менее правильно. Ну, конечно, сейчас это немножко похоже, сейчас пиво всякое началось. Надо уважать те исторические факты, культуру, прежде всего, страны, речь, речь, и все те принципы, которые заложены, будем говорить, нашими законодательными. Духовность — это, конечно, не только и не столько отношение человека к религии, как к его душевной стороне и, в принципе, душевной стороне других. То есть иметь духовность — это, в первую очередь, уважать себя и уважать тех, кто вокруг. Может он себя вести как приличный человек, или будет он ходить, плевать по дорогам, там, где он живет. Это тоже одна из множества граней. Ездите по разных краинах, можете вымереть с духовность, бездуховность, с разных краин. Не могу сказать, что люди принципиально отличаются в какой-либо из стран. Есть, ну, возможно, уровень культурного развития, но конкретно по духовности, в принципе, не могу сказать, что отличаемся мы. У нас больше чтутся традиции какие-то семейные, культура, церковь там, вот. А на Западе там уже это больше телевидение, массы, СМИ. Я вельми не любила своему сыну показывать мультфильмы про гусеня, там, ну, вы ведаете эти фильмы. А, Дональдс, Дональдс. Дональдс. Я не любила, потому что там никакой такой вычерпальной добрыни не было, не было такого, как у наших касках. Но я не думаю, что там так все запущено. А у нас, как вы думаете, мы катимся у гору, у духовности? Нет, мы тоже, но мы как раз вот и не катимся у гору. Почему вот? Во-первых, белорусское, вот очень приятно послушать, как вы разговариваете на белорусском языке. Я, к сожалению, не очень хорошо его знаю, поэтому не буду. Ну, и вот, хотя бы начать с этого, изучать родной язык. На Западе не было, не скажу, а насчет белорусов, в принципе, живу всю жизнь в Белоруссии. И все, которые к нам приезжают гости, все довольны нашей славянской нацией. То, что люди действительно душевные, люди гостеприимные, люди добрые. Они более эгоистичны, обращают внимание только, ну, как бы на собственные персоны. А мы обращаем внимание на окружающих. Хотя я так не считаю, но, может быть, кто-то так считает. У нас как-то больше, наверное, вот сейчас, в настоящее время, потребление идет. Материальная выгода какая-то. Я по образованию историк, скажем так. То они как бы как потребляли, так и потребляют. И они как бы на этом никогда не заморачивались. А именно вот мы, в частности, страны бывшего Советского Союза. Вот на этом очень сильно заморачивались. Можно делить, что есть краины, народы вот больше духовные, а есть меньше духовные? Нет, это люди, это люди. Когда родился человек, ему это дали, духовность, где-то, то он будет нести через всю жизнь. А если нет, то, конечно, краина тут ни при чем, всех не воспитаешь. Духовность, это тогда, когда у самой забитой вёстцы, самая забитая старая бабулька, ведая, что это ей родима, ведая, что такое добро и зло, и только доброе робить учим людям, я кейбда ей не зертарсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова